Друзья, рекомендую вам кулинарный канал Мадины Кадири. Канал молодой, но несмотря на это, видео выходит регулярно. Автор доступно и подробно показывает, как просто и быстро приготовить вкусную и красивую еду. Рецепты интересные, оригинальные и просты в исполнении. Есть разделы с изумительной выпечкой, ПП-рецептами и блюдами на скорую руку. Давайте поддержим развивающийся канал подпиской, лайками и комментариями. Ссылка в описании и на видео. Здравствуйте! Сегодня я приготовлю идеальный осенний пирог с тыквой. Приятного просмотра! Форму выстелить бумагой с антипригарным слоем. Просеянную муку соединить с солью, содой, смесью специй, состав в описании, и разрыхлителем. Про совместное добавление соды и разрыхлителя можно прочитать в описании. Яйца комнатной температуры соединить с ванильным сахаром и сахаром по вкусу. Взбивать на максимальной скорости миксера 3-4 минуты. Добавить растительное масло без вкуса и запаха и перемешать. Два приема. Соединить с мучной смесью. Муку можно заменить цельнозерновой пшеничной. Больше рецептов с тыквой и морковью можно найти по ссылке в описании. Добавить мелко натертую сырую тыкву с соком. Вместо тыквы подойдет морковь. В завершение добавить обжаренные грецкие орехи и промытый просушенный изюм. Выложить тесто в форму равномерным слоем. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 40-50 минут. Пирог извлечь из формы и полностью остудить. Для глазури соединить творожный сыр с сахарной пудрой и щепоткой ванилина мягкое сливочное масло. Взбить в пышную массу. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Нанести на пирог. Разровнять. По желанию придать рельеф. Сверху посыпать обжаренными орехами. У этого пирога влажная консистенция и сбалансированный вкус. Понравится даже тем, кто не употребляет тыкву. Делитесь этим видео с друзьями. Готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян. На канале приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok